Добрый вечер. Виталий, как вы сегодня себя чувствуете? Отлично. Какие проблемы? Ходите, садитесь, пожалуйста. Виталию 33 года. Несколько лет назад ему поставили страшный диагноз – цирроз печени. Говорит, без пересадки органа вряд ли дотянул бы до весны. Но буквально две недели назад мужчину срочно вызвали в операционную. Появился донор. Операция длилась около восьми часов. Мужчина признается – уже не надеялся, что повезет. Дальнейшие планы – полное восстановление в обществе. Пойти опять восстановиться на работу, работать как все нормальные люди, приносить пользу обществу. Многие люди ждут и не дожидаются. Думал, это не избыточно. Оказалось, что это действительно избыточно. Главное – надеяться и верить, и жить. Это была вторая, но уникальная операция по пересадке. Уникальная в том, что один человек подарил жизнь сразу двум пациентам. Донор умер от инсульта. Виталию пересадили печень еще одному мужчине – сердце. Оба пациента чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке. Скоро отправится домой Магомед. Ему пересадили печень три недели назад. И это была первая подобная операция этого органа в Красноярске. Честно говоря, меня бы вернули здесь вторую жизнь. Даже никто не думал, что это. Когда без СМП я попал, никто не думал, что я выживаю. Спасибо всем врачам, спасибо всем медперсоналам, что мне вернули вторую жизнь. Я могу даже сейчас резьбу пересадить. Состояние у больных сейчас хорошее. Можно сказать, ближе к удовлетворительному. У первого пациента у нас 14 сутки после операции. У второго пациента 21. Сегодня они активные, ходят. Операция прошла успешно и в первом, и во втором случае. Более того, все ранние осложнения, которые нередко бывают при таких операциях, нам пока удалось избежать. Реабилитационный период продлится еще около 20 дней. После этого мужчины смогут работать и даже заниматься спортом. В больнице придется наблюдаться раз в три месяца. А врачи готовятся к новым операциям. По информации медиков, только в Красноярске в пересадке печени нуждается около 30 человек. Новое сердце ждут почти столько же. Мария Великосельская, Павел Тюкавкин, Новости ТВК.